Не хватает вам, например, стремительности? Ну, тормоз вы по жизни. Вы выходите в чисто поле, встану в чистом поле, облаками облачусь, звездами ясными опорышусь, зорями ясными накроюсь, солнце красное кладу на голову свою ясную. Вот. Настраиваясь на землю Хорса, а земля Хорса Меркурий сейчас называется, а Хорса дает как раз качество стремительности, шустрости, быстрости. Настраиваясь на землю Хорса, прошу дары стремительности, шустрости, быстрости по жизни, не чашу изобилия такую, раз, натянул, и в тебя вот эта энергия Хорса вливается, вливается, и потом ты ее раз на себя одел, и в тебя входит земля Хорса Меркурия. Это шар разума сияющий Шар вот этой темы стремительности, быстрости, шустрости И вот она в тебя вошла И ты по жизни начинаешь успевать везде И вот так вот 27 берегинь у нас есть Есть русские народные заговоры на 27 берегинь То есть на каждую планету Солнечной системы А если надо, конкретно можно отдельно на каждую настраиваться Вот, изучаете русский взгляд на Солнечную систему Тридевятого царства Вот плодоношение, пядевая система Один из слонов, на которых вертится земля Знаешь, что такое? Аршин, сажень И вот заметьте, вот эта структура Вот, заметьте, вот это план строения сварги Пречистой Млечного пути В ней 16 чертогов И здесь 16 чертогов Вот это план строения Солнечной системы Тридевятого царства Здесь показано, как рассчитываются орбиты всех планет Солнечной системы Вот это план строения человека Помните, Леонардо да Винчи в квадрате в круге человека писал Вот, вот это вот план строения древней Москвы, Лондона, Парижа Это я то, что лично видел Вот это вот план строения древних прялок Прялки, на которых женщины пряли нити судьбы, пряжу Они содержали или 8, или 16 список Ну, знаете, вот эти крутились Колесо телеги должно иметь 8, или 16 список И кареты тоже Значит, бочку, когда делали, в которой заквашивали капусту, огурцы 8, или 16 дощечек То есть, когда вы посмотрите рушники народные Там восьмиконечные звезды Но если вы к ним присмотритесь, то между ними еще по лучику Получается 16 лучей Чувствуете? Это универсальное строение космоса на небесах и на земле И когда мы это поймем, мы будем вписываться в божественный промысел Вот, поэтому всем вот это на стену повесить, изучать А пока вы живете по сантиметрам, по метрам, по километрам Вы находитесь под заговором французских масонов Потому что название сантиметры, метры, километры пришло именно от французских масонов Царь Горох Лично собственной персоной, видите? После Путина на Руси будет править царь Горох, понятно? Вы должны уже к этому времени стать самодержавными мужами и женами Видите, какой красивый мужчина? Мощный, сильный Сзади его за троном растет дуб, мужское дерево, яблоня женская Сверху герб сказочной Руси Какой? Герб сказочной Руси Сокол и орел Две птицы, они уродец, двухглавый орел Мужчин в сказках называют чаще всего орлы и соколы Правильно? Что это значит? И вот герб сказочной Руси вот такой Сделай ту руку И смотри на нее вот так Чик Союз орлов и соколов, понятно? Соколы, орлы То есть соколы, они как быстрее мыслят и соображают Они говорят, кого бить, орлы бьют Присаживайся Поэтому нам нужны вот такие мужики И стройненькие такие соколы, которые успевают Как бы туда и сюда И на Урал успел, и в Сибирь, и на Алтай И в Крым И столько, что из Крыма приехал А потом скоро я в Омск еду И как бы везде успеваешь, да? А с большой массой тела ты как бы не успеешь так Как развалили Советский Союз? Вначале были плакаты западных поп-звезд Музыка для поп-женщины Западные супергерои Сталлоне, Шварценеггер, Дольф Лунгрен Понимаете? А потом развалился Советский Союз Как восстановим сказочную Русь? Когда вы повесите на стену Царя Гороха Тудух Да, повесите вещего Олега Нравится? Смотрите, какой вещий Олег А? Герой И тогда начнется и сказочная Русь проявляться Женщины красивые у меня еще есть Вот, богиня Доля с путеводным клубочком С яблочками, как я люблю И все хорошие мужики любят Значит, богиня Леля Богиня нежности, да? Весенней любви, нежности такой Ласки такой, самой трепетной от женщины Карта сказочной Руси, правильно? Кто-то живет в Российской Федерации А кто-то живет в сказочной Руси А как понять, где ты живешь? Да ты сам выбираешь, правильно? Я вот даже иду на ЖД вокзал Сумку забираю И мне, когда сумку отдают, говорят По щучьему велению, по вашему хотенью Возьмите вашу сумку Я такой, вот это да Не стоит изгибаться под изменчивый мир Пусть лучший мир согнется под нас, правильно? Иван Царевич пришел на Красную площадь Смотрю храм Василия Блаженного Думаю, это же храм Тридевятого царства Там вот этот золотой купол, солнышко И вокруг него девять разноцветных куполов Это как девять планет Солнечной системы Да, первый круг Вот, и прихожу в храм Василия Блаженного Храм Тридевятого царства И в каждой башне А с боги в виде глаголи добро Есть, есть Представляете, акустика какая, да? А энергетически он же со всей Русью связан, да? Его же не так просто построили там Это же древнейший самый храм Ижеиси на небеси, да светится имя твое, царь Горох Да придет царь свет свой, царь Горох Як уже на небеси, так и на земли Да соберут все добрые люди свою матрешку Да заведут хороводы, да запоют радостную песню Воистину Понимаешь? Так, не надо никакого аминия В конце надо говорить, ура Это И так девять башен пропел И потом только пришли люди в черном и говорят Мне А что вы тут делаете? Я говорю, песни пою А мне они говорят, люди в черном А вы что, в каждом храме поете? Я говорю, угадали Потому что я когда был на Соловках Это самая северная застава Руси, матушки Там Соловецкий Кремль Он самый древний в России Кремль Ему столько лет И там башни вокруг Кремля Восемь башен Вот как я люблю, восемь праздников И башни вот с таких камней Я не понимаю, что за мужики Вот с таких камней башни строили Это же представляете? Вот такой камень поднять Встроить И такие башни, они огромные И их много Это самый древний Кремль И там, как я люблю, тройка, семерка туз То есть, первый храм Три купола, второй семь И потом один с большим Ну, как положено Тройка, семерка туз И я там проводил Семь дней с друзьями Был с сказочными героями Каждое утро пел А там акустика божественная Вот я один пою, как будто 40 человек Там же купол, а потом рядом Купол, купол, купол Знаете, такие Многокупольные такие пространства И когда один человек поет Как будто хор поет Еще с таким призвоном Просто обалдеть Я там проводил себе Мне за утреннюю службу Вечернюю И ко мне пришли На седьмой день люди в черном И спрашивают А что вы тут делаете? Я говорю, пою Что? Я говорю, буквицу Ну, буквица Это же типа ихняя тема А потом Меня спрашивают А вы благословение получили? Я такой, да Не задумываясь Они так раз Все, тишина Зависли Я же в этом костюме был Понимаете? Я же не просто там А как положено При параде И потом меня спрашивают Ну, благословение получили? Да А потом вопрос От кого? Я говорю От жизни Оп! И убежали просто в ужасе Все! Ни одного вопроса больше ко мне Понимаете? Поэтому я вам предлагаю Тоже зажечь царя в голове Стать сильными Уверенными Радостными Понять, что это наша Русь-матушка Она нам принадлежит Согласны? Да Вести себя уверенно Дерзко Да Русские мужчины Должны дерзко смотреть на мир Понимаешь? С таким слезким взглядом Таким, знаешь? Наглости легкой Легкой, радостной Это древний русский взгляд Все богатыри так на жизнь смотрели Поэтому К нам особо и не лезли всякие А когда лезли Отгребали От каждого из трех богатырей То есть люди добрые Вот настало время прокачать свое жарие тело Стать очень сильными У меня друг один был И есть На Украине просто Сейчас уже меньше общаемся Он с 12-го года занялся правилом тоже И такой вот Он еще высокий такой Да, стройный такой Не толстый Как я такой Худенький И такие жилы у него Такие Рука Как эти Когда вот на правило Долго висишь Рука превращается Как в железный канат Маленькие Тонкие жилы Не мышца такая Одна большая Жирная А десятки Вот таких Переплетающихся жил То есть рука Вот как железо Понимаешь Становится И хватка соответствующая И вот однажды Он на правило Повисел А когда уже Люди реально на правило Висят Они уже по часу Висят В натяжке Вот ты представь Час висишь Как струна натянут Сильно И потом Такая вот Сила просыпается Что ты реально Вот как богатыри Вот деревья вырывали Да Реально Вот огромная сила Просыпается И он мне рассказывает Вот он Справило С лес Такой весь Прямо пышет Глаза вот такие По пятаку В машину сел Едет И тут его гаишник Останавливает Просто так Он выходит На гаишника Гаишника На 5 метров Звуковой волной Унесло И он потом Вот так В своей машине Побежал Понимаешь Мой друг сел В машину И дальше поехал Вы понимаете Тема какая Что мужчины Вот настало Время стать сильными И когда ты сильный Мужчина Ты идешь И перед тобой Жизнь Она вот так вот Раздвигается Вот когда у тебя Сильно жаре тело Ты в метро заходишь А там куча людей Метро Или на Красную площадь А вот заходил Куча людей Ты идешь И перед тобой Народ расступается Да То есть полуметри От тебя никого нету Потому что Жаре тело Оно на несколько метров В стороны От каждого из нас И это жаре тело Можно сжать До полуметра И оно становится Плотным Да Плотным Как броня Ты идешь И все Как ударяются Об твою броню И расступаются Перед тобой Ты никого не касаешься В толпе Точно так же Жаре тело Можно использовать Для отпугивания комаров То есть Когда ты Жаре тело Вот комаров много Ты его можешь сжать И такой вокруг тебя Энергетический кокон Сильный И комары летят И они в него Стукаются И улетают Тоже это все Основано на реальных событиях Вот зачем еще Жаре тело Ну то же самое Вы знаете Что есть жаркие женщины Которые часами Могут танцевать И не уставать Женщина должна быть Тоже сильной Женской силой Нежной силой Вот у нас есть Одна знакомая Она много танцует Так И вот она Думала Что надо одевать И нашила целую коллекцию Чтобы люди На хороводы По-человечески пришли Еще и свою одежду Одевают Представляете Подход какой Дело в том Что такие вот Рукава Назывались волшебные Когда они Вот здесь На резиночке Там собиралась Сила Широкие Да Вот так же Как штаны Там тоже Собирается Сила